Всем привет! Это видео об использовании сочетаний клавиш Windows или как их ещё называют – горячих клавиш. Я покажу наиболее интересное и полезное сочетание клавиш на моё усмотрение, а также то, как их можно изменить и назначить. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Использование сочетаний клавиш Windows или других установленных программ значительно повышает скорость работы пользователей с ними. Но, к сожалению, пользователи часто не используют их и они остаются признаком продвинутого пользователя. Начну с системных сочетаний клавиш. Клавиша со значком Windows, которая как правило так и называется, при нажатии открывает или закрывает меню Пуск. Если нажать Windows Plus X, запускается подтекстное меню кнопки Пуск. Меню системных утилит, которые все привыкли запускать правой кнопкой мыши. Комбинация Windows Plus Pause открывает окно свойства системы, причём в том виде, к которому мы привыкли в версиях Windows до десятки. В Windows Plus R открывает диалоговое окно выполнить. С его помощью можно запустить любую из встроенных системных утилит Windows, как редактор реестра, редактор групповых политик, командная строка и так далее. Для настройки ПК без этого инструмента просто не обойтись. Кстати о данном инструменте Windows уже есть видео на нашем канале. Смотрите по ссылке в описании. Чтобы быстро запустить диспетчер задач, без использования мыши, нажмите Ctrl Plus Shift Plus Escape. Если у вас Windows 10 и вы одновременно используете несколько рабочих столов, на которых открыто большое количество окон и приложений, то чтобы найти нужное и перейти к нему, нажмите Windows Plus Tab. В результате отобразятся все рабочие столы и приложения на них. Кликните на нужном, чтобы перейти к нему. Уверен, что все слышали о таком инструменте Windows, как экранная лупа. Если им кто-то пользовался, напишите в комментариях. Уверен, таких немного. А почему? Потому что неудобен. Но это вы так думали, потому что не знали, как им пользоваться. Нажмите клавиши Windows и Plus и экранная лупа увеличит то место экрана, в котором расположен курсор. Windows и Minus уменьшит. Горячие клавиши Windows Plus B позволяют перенести курсор в область трея и выбрать или настроить нужную функцию или приложение. Это особенно удобно делать на ноутбуках без мыши. Назначение клавиши Print Screen пользователям объяснять не нужно. С её помощью можно сделать снимок экрана и вставить его в любое приложение – Word или Paint. Но её прямое использование не всегда удобно. Используя комбинацию клавиш Windows Plus Print Screen можно сделать скриншот экрана и автоматически сохранить его в папке изображения – Снимки экрана. Обычно это делают, вставляя изображение экрана из буфера в Paint. Alt Plus Print Screen поможет снять скриншот активного окна и поместить его в буфер обмена. Именно активного окна, а не всего экрана. Удобно. Если у вас зависла программа или не отвечает меню Пуск, для перезапуска или отключения ПК, прежде чем осуществлять Hard Reset, попробуйте его разблокировать, вызвав аварийное меню. Для этого нажмите Ctrl Plus Alt Plus Delete и выберите нужное действие. Если вам срочно нужно покинуть рабочее место, но нет времени и необходимости выключать ПК, заблокируйте его комбинацией клавиш Windows Plus L. Дальше, чтобы запустить проводник Windows, а именно открыть папку этот компьютер, нажмите Windows Plus E. Особенно это актуально для пользователей Windows 8 и 10. Детально об этом в отдельном видео по ссылке в описании. Нажмите Ctrl и прокрутите колесо прокрутки мыши. И вы измените размер представления элементов папки, иконки, таблица, эскизы и т.д. Если в процессе работы вы открыли много папок или приложений, то быстро попасть на рабочий стол можно с помощью сочетания клавиш Windows Plus D. Все открытые окна просто свернутся. Аналогичным образом их можно обратно развернуть. Нажмите Alt Plus Tab, чтобы переключиться между этими запущенными приложениями и открытыми папками. Удерживайте Alt и нажатием клавиши Tab переведите курсор на нужное. Отпустив обе клавиши, откроется то, на котором был курсор. С помощью сочетания клавиш Windows Plus, 1, 2, 3 и т.д. можно запустить с панели задач приложение, иконка которого закреплена на позиции соответствующей цифре. А нажатием клавиш Alt Plus F4 закрывается активное окно. Если вы глубоко забрались по дереву каталогов вашего ПК, то чтобы вернуться в предыдущую папку нажмите Backspace. Клавиша в виде стрелочки указывающей влево. Для переименования файла не нужно переходить в его контекстное меню и искать функцию Переименовать. Просто нажмите F2 и переименуйте его. Чтобы развернуть папку на весь экран, нажмите F11. После повторного нажатия окно вернётся в исходный вид. Нажатием Ctrl Plus F можно перейти к средству поиска текущей папки. Детальное видео о поиске файлов и программ Windows 10, 8 или 7 уже также есть на нашем канале. Ссылка будет в описании. И ещё. Если имеются в некой папке файлы, которые необходимо скопировать или перенести в другую папку, то это также можно сделать, используя горячие клавиши. Если нужно скопировать один или несколько файлов в папке, мы как правило их выделяем мышкой или удерживая клавишей Shift плюс стрелка в сторону выделяемого файла. Если нужно скопировать их все, то чтобы выделить всё, нажмите Ctrl Plus A. Чтобы скопировать файлы, нажмите Ctrl Plus C. Если нужно вырезать, Ctrl Plus X. Переходим в другую папку и нажимаем Ctrl Plus V. Файлы скопированы и перенесены, в зависимости от выполненной функции. Чтобы отменить действие, нажимаем Ctrl Plus Z. Может кто-то скажет, что это и так все знают, но данные сочетания клавиш – это аксиома и не упомянуть о них я не мог. Тем более, что данные горячие клавиши актуальны, наверное, для любой программы или приложения. Это только небольшая часть горячих сочетаний клавиш Windows. Если вам будет интересно, то ссылка на официальную страницу Microsoft, на которой указаны все возможные сочетания клавиш для всех версий Windows будет в описании. Дальше. Пользователи, которые привыкли работать с Windows 7 после перехода на 10, наверняка захотят сменить комбинацию переключения раскладки клавиатуры. Дело в том, что сочетание Ctrl Plus Shift в новой ОС не работает. Поэтому многим будет интересно узнать, как поменять раскладку клавиатуры на Windows 10. В Windows 10 для переключения предусмотрено две комбинации – Alt Plus Shift и Windows Plus пробел. Windows Plus пробел – это сочетание, которое установлено системой. Оно остаётся в любом случае. Чтобы изменить Alt Plus Shift на Ctrl Plus Shift, перейдите в панель управления, язык, дополнительные параметры и в пункте «Переключение метода ввода» переходим по ссылке «Изменить сочетание клавиш» языковой панели. В вкладке «Переключение клавиатуры» кликаем на пункте «Переключить язык ввода» «Сменить сочетание клавиш» и меняем его в открывшемся окне. ОК. Применить. Пробуем. Сочетание клавиш изменено. И ещё один интересный момент. Для запуска любой из программ, в Windows также можно назначить сочетание клавиш. И даже не программы, а любого ярлыка, т.е. можно назначить сочетание клавиш даже на запуске ярлыка документа или папки. Как это сделать? Кликните правой кнопкой мыши и перейдите в свойства ярлыка. В закладке «Ярлык» найдите поле «Быстрый вызов». По умолчанию там написано «Нет». Кликните в нём мышей и нажмите желаемое сочетание клавиш для запуска данного ярлыка в виде Ctrl Plus Alt Plus желаемая буква. Например, так. Применить. Ок. Пробуем. Работает. Чтобы отменить данное сочетание клавиш, просто удаляем его в поле «Быстрый вызов». Есть также программы для назначения горячих сочетаний клавиш. Есть как бесплатные Sharp Case, MK, Hot Case, Swift Keyboard, Map Keyboard и т.д. Так и платные. Key Remapper, Hot Keyboard Pro, Comfort Case, Active Keyboard и т.д. Останавливаться на них детально я не буду. При желании можете найти в интернете. В отдельном видео я также покажу горячие клавиши интернет-браузеров, которые ускоряют работу в интернете. А пока всё. Если данное видео было интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.